Поэтому наносится мега-энегроштик, тоже будут одинаковые. Вот, и здесь останутся два слагаемых. КАК. КАК соприклонная. Среднеобороны. КАК соприклонная. КАК соприклонная. КАК соприклонная. Вот у нас получилось вторая часть. Ну, здесь еще немножко нужно, легко я хочу подумать. Вот это... Значит, вот это КАК. КАК. Это смешанное произведение, что это векторное произведение скалярну, но нужно на этот вектор. Я могу этот вектор выдвинуть в это смешанное произведение. Я хручу КАК. А тут РУ. Двойное электорное. КАК. 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 КПОРИЗОННОЕ. КАК. 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 вот но скалярное произведение волнового вектора на амплитуду векторного потенциала акаты это амплитуды векторного потенциала сила поперечности электромагнитных волнов равны нулю вот это вот скалярное произведение равна нулю это следствие того, что изергенция А равна нулю дивергенция А это скалярное применение оператора НАПЛО к вектору А а вектор А это есть сумма плоских волнов с амплитудами при взятии дивергенции получается ИК скалярно множится на АКТ вот это значит это есть требование поперечности то есть мы получили за каждого векторного произведения мы получили что? К квадрат уже без векторов можно писать АК на АКТ то есть здесь у нас получится дальше совсем короткое изображение а значит 1 секторая С квадрат так напишем сумму С квадрат нет а тут будет К квадрат и тут я сначала второе запишу потом первое так раз с звездочкой там два плюс так раз без звездочки на этот звездочкой вот вот значит теперь надо все это соединить есть значит класс это у нас была полная энергия так е квадрат вот тут общий множитель одна четвертая может быть так значит и сумму пока значит единица на омега тут АК с точкой с точкой с звездочкой АК тут наоборот АК с точкой на АК с точкой с звездочкой так это е квадрата дальше дальше плюс вот только здесь опять как и вот все куда-то с точкой с точкой с точкой а тут будет сократиться значит плюс будет у нас АМ АК с звездочкой АК плюс АК с звездочкой с звездочкой с звездочкой с звездочкой с звездочкой ну теперь надо вспомнить что такое А с точкой с точкой с точкой значит А у нас КТ от времени зависит с картинополь АК АК на любой он и а и а м н при декоризировании И по времени мы получим, ну вот я вам запишу, скажем, АК, стойки приближенные на АК. Это будет АК 0,5 приближенная на 2 метра. То есть, если мы плюс АК 0,5 приближенная на АК 0,5 приближенная на АК 0,5 приближенная на 2 метра. Значит, минус И на плюс И доставить единичку с плюсом. Значит, это будет аметр квадрат. Ну, а здесь можно перемножить, а можно не перемножать, а можно написать как АК 0,5 приближенная на АК 0,5 приближенная. То есть, значит, здесь мы получим вот это слагаемое будет, омега вот на такую скобку, или это омега на такую скобку, на 4. То есть, у нас получится одна вторая сумма, пока очень короткое выражение. Такая скобка, так, все приближенное. Такая скобка, и наоборот. Вот. Вот. Давайте это вытесим. Это у нас, это еще ничего такого особенного мы не сделали, это даже еще не результат. Это, как говорят, преамбула, подход к результату. Так, вы получили сумма, пока, одна вторая, омега, да? Омега, я не вышел. Омега будет. Омега будет. Омега будет. Омега будет. По че на. Вот. А вот сейчас, мы приступим к так называемому квантованию. Сначала мы вот это.. Это выражение приведем к диагональной форме, так сказать, диагонализируем, чтобы это была, чтобы была сумма квадрата. Теперь только перейдем к новым переменам. Значит, Q, K, T, вверх, это, значит, корень из H на два амега, и P, так сказать, импульс обобщенный, это координатор обобщенный, а это импульс обобщенный. Это будет просто импульс с точкой, или это будет, значит, корень из H на два амега. Отсюда выйдет I омега с плюсом, отсюда выйдет минус I омега, что будет тут у меня? АК со звездочкой минус АК с знакокомплексным соотношением. Вот что получается. Ну вот, и тогда, значит, если я возьму такую комбинацию, ПК в квадрате плюс амега квадрата плюс два квадрата. Я получу H делить на два амега. Значит, здесь надо помножить на омега квадрата, так? А здесь у меня будет АК со звездочкой минус АК с знакокомплексным со звездочкой минус АК с знакокомплексным со звездочкой минус АК. Так, это у меня ПК, это у меня Омега квадрат, УКД квадрат, так? Итак, теперь, значит, ПК у меня содержит I, значит, будет минус, минус, вот это вот, значит, квадрат развожу, будет H пополам и омега в числителе будет. Значит, давайте так, это делим, это П квадрат, это Ку квадрат, это было Ку квадрат на омега квадрат, значит, плюс П квадрат, значит, полосы плюс как плюс, но будет минус единиц. Значит, значит, будет H омега, значит, тут корень, даст нам H делить на 2 омега, а здесь будет омега квадрат, пополам, вот. А здесь, значит, будет ОК, 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 и минус. ОК, сопряженный, ОК, не сопряженный, плюс ОК, не сопряженный, ОК, не сопряженный, ОК, и плюс. Ну, если внимательно посмотреть, то вы увидите, что вот эти вот смыгаемые сократятся, так. Тут H омега пополам, тут H омега пополам, знак минус, а эти, вот эти, не те сократят, вот. А эти удвоятся, значит, тогда получится у меня, тут H омега пополам, тут H омега пополам. А, значит, H омега, на А2, на А2, сопряженный, на А2, не сопряженный, а так, сопряженный. Вот, вот у меня что получается, а H у меня вот такое, значит, через P квадрат и через U квадрат я могу это самое H записать. То есть это полная энергия, ну, квадратный выходник, это будет, значит, сумма, вот так, H омега пополам, А2 будет П квадрат плюс Омега пополам, вот так, вот. Что это получается? Получается, что если мы эту энергию, вот запишем в новых переменах, то эта энергия получится равна энергии суммы линейных гармонических обсцеляторов с массой равной 5 единиц. Значит, 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 P квадрат в квадрате пополам плюс Омега квадрат в квадрате пополам, так, пополам. Если мы массу, так сказать, сюда припишем и положим ее равной 1 единиц, то мы как раз получим вот плюс 2 с половиной линейного галактического осцелятора, так? Вот. Вот сейчас мы произведем процесс квадрата. В том числе вот эти новые переменные координаты и импульс мы делаем операторами. Вот. И тогда гамильтониан, то есть энергия электромагнитного поля, это 1 восьмая единица 9 на 8 г и забирал от E квадрат плюс B квадрат по объему, энергия будет уже не числом, а гамильтонианом. И мы можем поставить задачу по решению уровня Шрейдингера. Значит, какого? Значит, H в Си от многих переменных равно без нам в Си, где H это будет сумма Ох, значит, вот от одной второй П квадрат, плюс ометр квадрат 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 квадрат. Вот. Вот такой, значит, гамильтониан у нас получился, по эльбурным операторам. И мы можем поставить задачу решить такое уравнение Шреддингера, к которому мы пришли в квантура электромагнитная поза. Вот квантование заключается именно вот в этом, что мы всё сделали операторами, да, всё мы действуем на уровне функции, мы находим энергию. Ну, что можно сказать? Гамильтониан системы, очень большой системы, состоящей из бесчисленного числа маленьких гамильтонианов, У нас каждый гамильтониан, это значит, Пкатая квадратная пополам, плюс Омега квадратная, Катая квадратная пополам, вот Катая будет у нас аж-катая. Аж большое у нас равен к сумме Аж-катой. А когда гамильтониан аддитивен, то, значит, волновая функция системы будет равна произведению волновых функций, Этого из прошлого семестра должны знать, а энергия будет равна сумме энергии. Значит, энергия будет равна сумме якатых, а яката – это энергия линейного гармонического осциллятора, А эту задачу мы в прошлом семестре решали, так? Значит, пикатая – это будет Н2 плюс 1,2. Н2 плюс 1,2. На что? На Аш-катая квадратная. То есть, значит, вот у меня отсутствует Аш-катая квадратная. Аш-катая квадратная. Вот я не написал углов. Значит, вот наш комитет. И энергия у нас будет равна. Полная энергия будет равна сумме энергии, из чистенного множества линейных космических аскализаторов. Сумма поверхности руками. Вот полная энергия. Теперь мы могли бы поставить такую задачу, но уж этого мы делать не будем, это вы мне поверите. Если я вектор пойнтинга проинтегрирую, таким же образом, если я его зачерпываю, вектор пойнтинга c на 4 и интеграл от b на b по делу b, если я таким же образом, значит, подставлю тут E, который есть минус единица на c, тогда под это b, который есть рот и раз, то, оказывается, мы придем вот к чему. Мы придем к тому, что полная энергия системы будет равна сумме O, N, 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 N. Вот, значит, мы непрерывное материю, поле по Фарадою Максвеллу, значит, мы представили как сумму бесчисленного количества осцилляторов в линии германических. При жительнии осцилляторами могут происходить переходы, значит, правило сбора такое. ДНКТ минус НК штрих может быть равно плюс минус единица. То есть квадровое число каждого остилятора может поменяться на единичку. Это означает, что этот остилятор либо поглотил квадр энергии. Этилол равен H, америка, и с импульсом H, равное H, равное H. Ну, надо написать импульс, маленький импульс равен H. То есть вот мы пришли к этим квадровым взаимодействиям, которыми обмениваются осцилляторы. И теперь нет у нас сплошной среды, говорят, термогидного поля. То есть порады в Максиловскую тракторку 19-го века мы их, значит, с вами в этом курсе отвергают. Вот, и взаимодействие между зарядами у нас происходит как-либо. Вот у нас имеется заряд Q, имеется заряд Q штрих. Значит, один заряд испускает H, америка, с импульсом H, К, испускает потом этот поглощение, потом он, значит, испускает и первый заряд, поглощает гамма-квант. Вот таким образом осуществляется взаимодействие. Ну и на языке диаграмма Фейдмана, значит, эта картина представляется следующим образом машины. Вот у вас светит электрон, вот у вас светит другой электрон, ну или позитрон, не важно. Один из электронов, допустим, нижний, да, и спускает H, америка, и с импульсом H2. Значит, это диаграмма, которая позволяет рассчитать процесс взаимодействия, рассчитать, значит, как изменится траектория на языке, вот, в дальнейшем продавании. Теперь, так, дальше, значит, тут еще я должен пару слов сказать об этом. Вот, оказывается, каким образом мы получим кулоновский закон взаимодействия? Как получить кулоновский закон взаимодействия? Оказывается, надо исходить из законов и сперсий для патонов. Патоны имеют массу попоя 0, значит, Е квадрата умеет попоя 0. Дальше мы по рецептуре Шреддингера заменяем E на оператор. Е на оператор. Подставляем сюда, применяем все функции, а к все функции фотона является 4-векторный потенциал плюс скалярный потенциал плюс скалярный потенциал, значит, 4-вектор А и 11-фи. И тогда мы получим для векторного потенциала и для столярного потенциала уравнение до лампира в том месте, где нет заряда и тока. То есть мы получим следующее, лаплосиаду ВС, минус единицы на цикл А, ДНВ, квадрата цикл А. Значит, что я пишу, лаплосиаду применяют все функции, то есть, а к все функции у нас либо векторный потенциал, либо скалярный. Лаплосиаду применяют все функции, либо мы получим... Вот. Это знакомое вам с электронами уравнение. Уравнение для потенциала в вакууме, где нет, то нет и тока. А чтобы получить закон взаимодействия, чтобы получить выражение для потенциала электромагнитного взаимодействия, мы должны ввести сюда источники, сюда, значит, ток, сюда заряженную частицу, находящуюся обычайный координат, значит, сюда потенциал, я вам надпишу. Витус 4G, значит, заряд равный заряд электрона в начальство ординат, значит, E на дельта атера. Атера. Где дельта атера функция и рака. То есть, она на везде за люкерами начала координат. Вот это уравнение до ламбера. Ну, а если вы ведете ток, значит, вы получите C2A минус 4G, делить на C и V. Ну, вот, значит, я ток не конкретизирую, значит, вы конкретизируете, вы получите уравнение с евро-1 для электронного потенциала. Вот нас интересует лучше это уравнение. Значит, решение будет какая-то функция. Если нас будет интересовать стационарное решение, ремонтростатика, тогда мы будем считать, что у ХИ у нас зависит только одна радиосветка, а от карнинат не зависит, то мы получим уравнение у Асона. И если вы его решите, то вы что получите? Получите FI равняется E на R. Кулоновский закон. Почему получился Кулоновский закон? Вот на этот вопрос немного погодя, так сказать, мы получим ответ. А сейчас я просто вам скажу. Кулоновский закон получился в результате того, что закон дисперсии для фондонов вот такой, который получается, если массу положить равной на 2. Вообще говоря, закон дисперсии для любой свободной численности. E квадрат равняется M0 квадрату. E квадрат C квадрат. Но вот для фотонов M0 равна 0, и вы получаете вот такую вещь. И тогда вы получаете уравнение вот такое для статики. И вот его решение идеально. Вот вам это, что есть такое историческое. Квантование электромозглитного поля. Квантование электромозглитного поля. Вот отсюда переходит к картине, которую я вам нарисовал. Это виртуальные процессы. В результате этого процесса, значит, электроны. Остается электроном, а это то есть алкоголь. Электроны. Это обмен фотонами происходит в результате виртуального процесса, при котором закон сохранения импульса и энергии может нарушаться. Электроны. Вот так. Так. А вот теперь следующие заголовки. Это было сделано в 30-е годы прошлого века. То есть 80-е годы. Не 80-е. Сколько лет? 50-е годы. Да, 80-е годы. 12-е годы. Там в 32-е годы. 80-е годы. Тому назад. Значит, это еще заголовочек. Так. Сильная ядерная зимодействия точка. Потенциал Югавы. Потенциал Югавы. Потенциал Югавы. Фидеки Югава. Ну, Югава я описал. Фидеки я уже, наверное, сейчас не вспомню. Югаву я, в принципе, он был вспомнил. 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 Но обиды-то я в крышах не задумывался. Так вот, эту индивидуальность командования взаимодействия ЮКАП решил использовать для того, чтобы объяснить ядерное сильное взаимодействие. Оно характерно ядерное сильное взаимодействие. Оно характерно тем, что потенциал ядерного сильного. Имеет вот эту экспоненту, которая очень сильно зарежет. Значит, если бы ее не было, было бы чистый колодышский потенциал. Значит, Ж – это заряд, который создает сильное ядерное поле. Вот, значит, вот если бы к угодно шли, то это не первое. Это значит, к угодно шли, а вот это значит, что-то, 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 что-то. Вот это значит, ядерный сильный. Вот в чем характерно ядерное взаимодействие с этим зарезающим множительным экспонентом. Ну, давайте сделаем этот перерыв.